привет друзья с вами ювелирный слон самородок и александр каш сегодня тема моего видеоролика будет перенесение размеров на эскиз или фотографию украшения бывает такое что клиент приносит уже конкретно какую-то картинку или же присылает мне ее на email или на вайбер я ее распечатывают и имею по факту уже конкретную картинку и исходя из данных этой картинки и характеристик камни которые я имею я переношу размеры на эскиз или фотографию поэтому предлагаю посмотреть как я это делаю считаю это одним из важнейших этапов производства ювелирного украшения потому как если все правильно сделать на этом этапе то дальнейшая работа будет идти гораздо быстрее без проволочек потому что процессе работы важно знать какой-то размер пальцуешь протягиваешь проволоку какую если это проволока или же если это будет изготавливаться воски то все размеры должны стоять уже на самом эскизе ну да в общем то это и естественно и нормально в производстве что перед производством украшения или любой другой детали должны быть заранее известны все размеры все характеристики которые важны в данной детали поэтому предлагаю вам посмотреть как я это делаю как я переношу или как я их можно сказать не переношу а как я соблюдаю пропорции украшения наношу размеры на сам эскиз но идемте посмотрите как я это делаю чуть не забыл сказать изготовление этих украшений в данном случае сережек я разделю на несколько видеороликов первый из них будет это нанесение разметки второй будет сам процесс производства самого украшения поэтому смотрите но значит имеем вот такой мы эскиз клиент принес картинку и исходя из этой картинки что мы можем тут разметить но давайте будем отталкиваться от таких элементов которые мы знаем первый элемент это размер камня который мы имеем клиентка заказала нам размер заказала у нас такой камень его размер 3 миллиметра эти камни мы решили поставить все три одинаковые которые будут диаметром полтора миллиметра но этот камень я решил сделать клиенту подарок за свой счет и поставить ей не 1 и 5 а 1 75 поэтому здесь будет размер у нас 1 75 эти камни так и остаются у нас полтора миллиметра 1 и 5 здесь на картинке на этом эскизе мы видим следующий момент если мы уже знаем примерно визуально определяем себе вот такие параметры что этот камень он у нас размером 3 миллиметра и визуально вот эта часть самого каста она в два раза больше камня то есть если у нас здесь 3 миллиметра то здесь мы поставим 6 миллиметров следовательно эта часть 3 миллиметра полтора миллиметра и это так мы ее и напишем что она у нас будет 1 и 5 и это будет также 1 и 5 вот этот размер мы уже определили что это у нас будет 175 вот они у нас будут также 1 и 5 и 1 и 5 также у нас важен вот этот размер и визуально мы смотрим на такую вещь что у нас приблизительно выходит 2 ну вот можно померить конечно циркулем ну и определим себе вот такой вот элемент что у нас вот этот размер вот мы вот так получается у нас две длины и немножко да вот совсем чуть-чуть то мы их примерно определим что это у нас будет 6 12 здесь примерно 4 то есть получается 16 миллиметров мы сделаем вот всю сережку 16 миллиметров и и так же у нас есть вот эта длина и она у нас выше если мы посмотрим на у нас выше вот так вот она у нас выше и здесь мы вот этот размер сделаем 17 и 5 ну или 17 там мы посмотрим уже теперь у нас есть следующие толщины которые мы можем здесь себе определить траверзу я делаю всегда примерно одинаково взрослому человеку я ставлю толщину траверзы 1 25 я делаю проволоку 125 потом ее запиливаю она получается чуть чуть тоньше но вот здесь вот ее ширина получается 125 миллиметров толщина швензы вот здесь вот в этом месте будет у нас два миллиметра теперь исходя дальше из этого вот смотрим визуально два миллиметра и вот здесь вот два и два наверное мы сделаем вот это вот у нас будет расстояние два и два а вот это расстояние все вот это расстояние она у нас будет четыре миллиметра теперь смотрим сам каст какой у нас имеет какую имеет высоту у нас ну давайте визуально его определим да вот так и вот так видите что если мы здесь берем что у нас 6 миллиметров ширина каста то он меньше чем 6 значит мы сделаем 5 миллиметров 5 миллиметров дальше что мы имеем смотрим на вот этот эскиз вот здесь что у нас есть вот эта ширина и у нас есть вот эта ширина и они отличаются они у нас конусные поэтому мы вот этот размер мы сделаем если у нас здесь два то наверное здесь будет у нас тоже размер шире ширина сережки у нас будет возможно 2 или 2 и 2 дальше вот эта ширина но давайте мы ее с вами как мы ее с вами посчитаем но если у нас давайте мы пробуем ее с вами нарисовать перенесем ее размер если мы имеем здесь вот такую ширину и у нас здесь камень диаметром 175 правильно и здесь у нас два камня 1 и 5 диаметром у нас здесь должен быть конус какой же у нас будет но это я его слишком нарисовал потому как камень у нас должен быть скорее всего выступать или быть чуть 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 меньше чем ширина он самой сережки поэтому сделаем ее вот таким образом вот так вот таким образом она у нас будет значит сделаем мы здесь 2 и 2 а здесь мы сделаем 2 и 7 2 и 7 или 3 посмотрим на конусность которая нам мне понравится дальше 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 но вычислить вот этот вот центр тоже не проблема давайте с вами посчитаем что если у нас здесь 16 этот у нас имеет 6 каст имеет у нас ширину 6 то есть минус 3 вот так вот то этот размер у нас получается 13 миллиметров плюс наверное полтора получается размер вот этот 14 с половиной мы вот так проведем тоже вот здесь будет 14 и 5 еще раз хочу повторить что это эскиз для внутреннего скажем так употребление который понятный будет мне при изготовлении украшения но вот эта ширина у нас тоже будет нам нужна если мы считаем что здесь у нас примерно будет 1 миллиметр то здесь она будет примерно 2 и 2 тоже ну вот посмотреть тогда где-то 2 и 2 2 и 5 2 и 5 миллиметра будет ширина самой швензы ну и толщина ее я считаю где-то наверное миллиметр 1 миллиметр 1 миллиметр так что мы еще не разобрали ну вот вроде бы и все вот таким образом я наношу разметку на украшение я думаю что вариантов может быть множество вы можете это делать в компьютере но я делаю это таким образом считаю это рабочим эскизом для внутреннего употребления скажем так который я делаю у себя на рабочем столе я могу многие моменты здесь не указать но подразумевая их если увидите если видео вам понравилось нажимайте правильные кнопки подписывайтесь на канал и следите за дальнейшим развитием также могу сказать вам что само изготовление сережек вы увидите в следующих роликах поэтому чтобы не пропустить это подписывайтесь а так пока а і а и